И это 7 советов начинающему танцору. Какой-то фламенко у меня сегодня. Всегда смотри, как хореограф танцует, а не что. Не всегда важно идеально с первого раза запомнить хореографию, но всегда важно научиться танцевать так же прекрасно, как тот хореограф, которого вы выбрали. Вы выбрали, вы выбрали. Иногда вы просто не понимаете, как выполняется это движение, а все, что нужно, это внимательно посмотреть, какие мышцы, какие участки тела работают у вашего хореографа. И, возможно, это совсем не плечи, а локти. А вы не заметили. Всегда бери и носи с собой воду. Особенно, если группа большая. Можешь взять даже две воды. Одну себе, одну для себя, кто будет просить. Ученые уже давно опровергли все эти теории, что во время занятий нельзя пить. Если ты не ребенок младше 12 лет, то во время занятий ты можешь пить маленькими глотками небольшие порции воды. Танцуй, чтобы танцевать. А не для того, чтобы похудеть, растянуться, подкачать попу, стать Анжелиной Джоли. Это абсолютно разные цели, абсолютно по-разному они достигаются. Танец. Вот что главное. И тогда все остальное приложится. Купи уже себе хороший, правильный, спортивный лифт. Понимаешь, да? Правильная спортивная одежда – это очень важно. Не всегда, далеко не всегда, Nike, Adidas и прочие – это не реклама. Фирмы делают правильные спортивные топики. Потому что у вас должно быть все очень правильно подобрано, по размеру, очень четко, все везде лежать. Ничего не должно нигде вываливаться, потеть, прыгать, еще что-то. Пожалуйста, у кого есть вопросы, в личку, в комментарии я вам напишу. Запоминай не мозгами, а ногами. Человеку, никогда не танцевавшему, очень сложно сразу все запоминать, очень сложно мозгом обрабатывать информацию. Поэтому ваша задача – просто натанцовывать. Поэтому работайте ногами, руками, телом, и рано или поздно оно будет запоминать информацию за вас. Если ты пришел на занятие, а в зале толпа, или ты опоздал и все места в первом ряду уже заняты, не бойся, вставай в самый последний ряд. И если он находится очень близко к предыдущему, создай еще один и будь чуть дальше и в диагонале от хореографа. Тогда ты будешь видеть его спину и его в зеркало. Если ты пришла, а в зале нету места даже для хореографа, и это не какой-то специализированный мастер-класс, а обычное рядовое занятие, задумайся. Может быть, тебе стоит поменять школу. Потому что школы и студии танцев – это тоже бизнес. И за ваши деньги они должны обеспечить вам безопасность, чтобы вас не убили вокруг ногами и руками, а если вы вдруг на каблуках и в нос не дали, и глаз не выбили. Чистоту и свежий воздух. Вот такие вот семь советов для начинающего танцора. Надеюсь, они вам пригодятся. Ставим большой палец вверх. Спасибо, что смотрите Биг Интернет Обнимашки. Целую. Ютуб, бла-бла-бла-бла-бла. Все ссылки внизу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok